Шокирующий случай сбудоражил жителей глубинки. В Алматинской области мужчина, у которого соседи знают, как глубоко верующего человека подозревают в педофилии. Наша съемочная группа отправилась на место и выяснила некоторые подробности этой криминальной истории. Оскар Сергалиев продолжит тему. Недавних пор жители этого поселка боятся оставлять детей без присмотра. Новость о том, что 43-летний односельчанин заманил к себе домой и пытался надругаться над 9-летней девочкой, шокировала местных жителей. Услышав об этом, мы сильно испугались. Шутка ли? У меня шестеро детей. Хотя поверили с трудом, потому что сосед не пьет, не курит, читает намаз. Да и семья у них благополучная. Давно знаем друг друга. Родители девочки провели собственное расследование и поделились кое-какими подробностями этой жуткой истории. Со слов отца, подозреваемый, пообещав сладкие угощения, заманил группу детей к себе домой. А после якобы отправил мальчишек в магазин, оставшись с маленькой девочкой наедине. Пригласил соседских детей к себе, дал им попить воды. Потом мальчикам сказал, чтобы немного прогулялись, а сам с моей дочерью зашел в дом. Но ребятишки заподозрили неладное. Быстро вернулись и начали стучать в окна. Сосед дал им мелочь и сказал, чтобы купили себе сладости в магазине. Когда дети вернулись, то увидели мою дочь. Она сидела на скамейке и плакала. На шум сбежались соседи, родители пострадавшие. Услышав рассказ девочки, хотели устроить самосуд. Но сначала решили показать ребенка медикам. Примерно в 11 ночи девочку доставили в приемный покой с подозрением на изнасилование. Был проведен осмотр гинекологом. Есть синяк на шее и покраснение в интимной зоне. Но следов изнасилования не обнаружено. Тем не менее, в полиции возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время он в порядке 128 статьи УПК подборен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертиз для полного и объективного расследования уголовного дела. Мать подозреваемого не верит, что сын мог совершить такое. Но в разговоре намекнула на некие отклонения в его психике. У него проблемы со здоровьем. При общении это заметно. Часто огрызается без повода. Похоже на психическое отклонение. Но на учете нигде не состоит. О подозреваемом также известно, что разведен, нигде не работает, живет с матерью. По словам отца потерпевшей, в тот же день он во всем признался и объяснил свои действия буквально двумя словами. Черт попутал. Но вряд ли такую формулировку примут во внимание следственные органы и суд. Оскар Сергалиев, Асхат Мукан, Алматинская область, Первый канал Евразия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова